Привет, друзья! У нас рядом с домом открылся магазинчик все для сада и огорода. И вот зашли с мамой, взяли семян на год грядущий. Я вам уже как-то показывала часть. Не знаю, может быть объединию это в одно видео. В общем, взяли черешковый сельдерей. Никогда его не сажала, обычно только на ботву сажаем, либо корневой. Ну, можно попробовать, решили вот попробовать. Потом вот корневой, это мама себе взяла. Я не очень люблю корневой сельдерей. И вот еще один, тоже другого, по-другому называется. В принципе, грибовский или там обычный какой-то. Это все названия довольно известные, знаменитые, так что, как бы, чего рассказывать. Вот, взяли то, что понравится. Вот, такую тыковку себе взяла попробовать тыкву. Я в последнее время фанатею от тыкв. И вот решила попробовать вот эту. Хотя на нашем участке, поскольку у нас просто пляжная зона, у нас плохо растут. Вот, кабачки хорошо растут, тыквы как-то не очень бахчевые вот эти культуры. Они как-то вырастают, ну, размером, не знаю, с небольшой мячик детский какой-то. Ну, не знаю, диаметром может быть сантиметров 20 максимум. Вот, ну, как-то не выходит, там, по 7 килограмм. Не понимаю. Вот, взяли еще такой вот редис, ледяная сосулька. Впервые вижу белый редис. Просто попробовать. Вот, поскольку редиска, это мое все, я обожаю редиску и чищенную, и не чищенную, чтобы она красивыми, такими розовыми полосочками смотрелась. А эта длинная и белая, и в теории ее и чистить не надо, получается. В общем, попробую, надеюсь, что вырастет. Вот, еще взяли. В принципе, я взяла вот такую фасольку. Вот, в принципе, у меня есть семена с прошлого года остались. Но вот взяла зерновую фасоль. Хочу тоже попробовать, ну, так сказать, урожай использовать. То есть, или замораживать, может быть, для салатов использовать свежий. В общем, видите, тут какой огромный боб. Зерно огромное. Ну, в общем, какая-то королевская, крупная, вьющаяся. Вообще, тоже на фасоль подсела в последнее время очень. Поздний спелый сорт. Правда, 72 дня с самыми крупными бобами. Высотой до 3,5 метров. Характеризуется мощной силой роста. Быстро заплетает любую опору. Штручки широкие, длиной 13 сантиметров. Содержит 3-4 очень больших семени. В 5-6 раз больше массы обычной фасоли. Так, благодаря большому количеству крупных белых цветков, ее можно использовать для озеленения. В общем, такая фасоль. И еще нам дали в подарок журнал. И в нем были вот такие семена перцев. Перцы я тоже очень люблю. Очень люблю сама сажать перцы. И у меня, правда, они вырастают совсем не такие, как на картинке. Они могут даже цветом быть другого. Но и размером поменьше. Но мне нравится выращивать перцы. Я люблю перцы в свежем виде. Вот, так что, такие семена. И потом вам покажу еще, что, наверное, будем сажать в этом году. И уже какую-то рассаду. Потому что уже пора и перцы надо замочить на проращивание. И посеять кое-какие цветы уже. Вот, так что, удачный сезон. Спешит быть открытым. Спешит быть открытым.